Путинский режим, как гидро, вцепился не только в тело России. Своими щупальцами он присосался и к ряду других независимых стран. Украина на особым счету. Украинские территории, экономический потенциал и, самое главное, украинский народ нужны как материал для построения новой империи СССР 2.0. Путинская Россия не хочет выпускать Украину из зоны своего влияния. Не гнушаясь самыми подлыми методами, она ведет войну на всех фронтах против украинской государственности. Поскольку все экономические рычаги давления уже использованы, а на военном и дипломатическом направлениях сплошные провалы, Россия делает ставку на дестабилизацию Украины изнутри. Но внутренняя дестабилизация невозможна без победы в информационной войне. Поэтому Кремль тратит огромные ресурсы на подкуп общественных и политических деятелей, а также многочисленных средств массовой информации. Служба безопасности Украины регулярно выявляет и нейтрализует агентов влияния, которые по заказу Москвы дестабилизируют ситуацию в Украине. Украинской власти тяжело выстоять против такого натиска Кремля. Особенно учитывая то, что государственные органы по противодействию информационной войне только формируются. Но украинское общество общими усилиями патриотичных политиков, общественных деятелей, журналистов и блогеров оказывает серьезное сопротивление. Важное место в этой информационной войне занимают проукраинские ютуб-каналы, которые в значительной мере нейтрализуют ложь кремлевской пропаганды, чем мешают Путину осуществлять коварные планы. В России скоро старт избирательной кампании, а проукраинские каналы мешают проводить зомбирование населения. Поэтому пару месяцев назад Кремль запустил вход кремлеботов, которые массово шлют жалобы на видео украинских политических ютуб-каналов. К сожалению, проверка жалоб проводится в российском офисе ютуба, который эти жалобы удовлетворяет. Украинские каналы получают предупреждение, ограничение в работе, а то и вовсе блокируется. Так, за последние два месяца почти все получили предупреждение. В частности, предупреждение и ограничение в работе получили каналы «Самый сок», «Активный радар» Владимир Абучко, Эрих Картман и ряд других. Некоторые каналы вообще заблокировали. Санкции российским офисам ютуба вводятся без детального пояснения причин, якобы за нарушение принципов сообщества. При этом российские пропутинские каналы без проблем работают дальше, чтобы они там не снимали или говорили. Такая явная дискриминация нарушает принципы ютуб-сообщества, основанные на равноправии всех пользователей видеоплатформы. Вполне возможно, что еще до старта избирательной кампании в России все проукраинские ютуб-каналы будут перебанены. Поэтому украинскому обществу нужно консолидировать усилия, чтобы отбиться от атаки Кремля на независимые ютуб-каналы. Напоминаем, что в первую очередь нужно подписать петицию к президенту Украины о передаче прав на модерирование украинских политических ютуб-каналов с российского в украинский офис Гугла. Важно собрать как можно больше подписей, чтобы на основании этого можно было обращаться в разные инстанции для решения этого вопроса. Ссылка на петицию в описании под этим видео. Подписывайте и распространяйте петицию и ссылку на это видео. Пишите в комментариях и в личку известным блогерам, ютуберам и общественным деятелям, чтобы они попросили своих подписчиков поддержать петицию. Нужна максимальная консолидация украинского общества и проявление патриотизма не на словах, а на деле. Вместе победим!